Привет, собственно, здесь сейчас у нас, мы на Пушкинской площади, и здесь проходит одиночный пикет в поддержку Дмитрия Рекина и Матери Мироти, которая была бессрочной голодовкой. Я не знаю, собственно, сути проблемы, однако я сейчас попытаюсь пообщаться с пикетчиком. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Виктор Остапенко, я многодетный папа, мы ждем 8-го. Это Любовь Рекина, она наша знакомая, но я очень беспокоюсь за ее составить, потому что она аж 10-й день голодает, поэтому я вышел. Скажите, каковы требования этой голодовки? Ее требования, чтобы поставили на жилищный учет и предоставили временное жилье, социальную аренду какую-нибудь, поставили в очередь на самое последнее место, вот так, чтобы она могла не снимать квартиру, коммерческие комнаты, как она сейчас снимает, а жить спокойно и ждать в своей очереди. А какие сейчас жилищные условия? Она живет в одной комнате. Ну, старшие дети, она вот замужем, две дочки, но остальные с ней пятеро в одной комнате, коммерческие комнаты. А у нее сейчас есть супруг или? Кто? Супруг. Ну, там отношения сложные, семейные, по-моему, нет, поэтому это с ней лично надо поговорить, вот, у меня есть контакт. Скажите, а какие-то правовые методы уже использовались? Да, использовались все, конечно. Мы обращались, и она обращалась к президенту, к мэру, в общем, во все инстанции. Кроме того, она ведет сайт, это 24сос. 24сос.ру Да, именно она организатор вот такого движения поддержки бездольных семей, бездомных семей многодетных в России. Насколько широка эта проблема вообще? Ну, вот, насколько я знаю, 13 семей реально попадают вот под такое понятие бездомные совершенно многодетные семьи в России. Остальные с очень трудными условиями и так далее. Ну, вот бездомные, чтобы совсем не было регистрации никак, нет, так сказать, перспективы за 13 семей. Скажите, как вообще эта процедура должна происходить по закону? По закону должны признать, что мы живем здесь вот по, там, 15-20 лет в Москве. Дети все родились в Москве и должны это признать власти по суду или без суда, просто признать. И поставить на жилищный учет. В общую очередь, в самый конец. Хотя, на самом деле, дети наши, которые здесь уже по 20 лет живут, они могли бы уже эту очередь стоять, эти 20 лет, и уже все получить. Но нас не ставят. Вот. Мы обращались к патриарху. И патриарх передал Астахову документы всех этих 13 семей, просьбы срочно помочь. Но никакой реакции не последовало, несмотря на вот ходатство патриарха. Вот все это привело к отчаянному положению. И вот уже некоторые не выдерживают, а это все, все не шутки. Давайте-то поговорим о формах протеста. Как вы считаете, вообще, голодовка, это же последнее средство. Время пришло? Я считаю, что это очень тяжелый шаг. Люба, она очень ответственная мать, и она просто так вот не сделала. Она, наверное, испытала все возможные, то есть попробовала, перепробовала все возможные пути, чтобы решиться на это. Я ее хорошо знаю, она удивительный человек, очень работящий, аккуратный, ну, то есть замечательная мать. И вот чтобы на такое решиться, это действительно отчаянно. Поэтому я, в общем-то, не будучи реакционером, я пришел, я не могу ее не поддержать, не могу спокойно жить. Понятно. А чего, надеюсь, добиться вашей акции? Ну, привлечение внимания, прежде всего, чтобы о нас узнали. Потому что, как ни странно, все равно мало кто знает, что такое существует. Такая ситуация. Прежде всего, призвать, так сказать, людей, знать о нас. Информация, прежде всего. Чтобы потом мало надежды. И у нее, и у нас. Ну, просто так сидеть я не могу. Я бы пришел, я бы просто высказал. Я не знаю, что. Скажите, какую помощь вынуждается? Точнее, какую помощь нуждается любой конкретной? Ну, значит, если бы было жилье, то мы бы справились. А так, конечно, мне нужно, например, платить 45 тысяч за квартиру, которую снимают. Это нереально еще же откормить детей. И получается, что мы грабим своих детей, выкидывая деньги, эти аренды, просто в трубу. Даже не в ипотеку, как многие там учатся, я знаю. Ну, вот просто неизвестно куда. Без всяких продвижений в этом плане. И, конечно, мы нуждаемся в материальном. Из-за этого. Из-за отсутствия жизни. Из-за невыполнения вот так. Статьи, по которой дети должны иметь эти же идеи. Дети родились в Москве, и у них нет ничего. Ничего, ни штампов, ни прописки, никаких перспектив на получение квартиры. Даже у сирот это есть. Хотя там нарушаются права, но есть. Понятно. Скажите, можно с вами, с любой ситуацией, этот сайт, да? Конечно. Я сниму поближе. Сайт, пожалуйста, есть визит. Вот этот сайт 24сос.ру. Если кто-то хочет дать какую-то помощь, то вот телефон 495-507-0083. Твиттер, да? Family Joy. Это еще, это я. Это наша семья. Да. Вообще, все 24сос.ру. Вот, таким образом... Конечно, поддержка нужна, потому что мы находимся в зоне риска. Это семьи. Вот если решать такие шаги, это уже говорит о том, что ненормально. Понятно. Ну что же, спасибо вам большое. Спасибо. Субтитры сделал пикет в поддержку Матери Смитрии Любови Мерекиной, которая объявила бессрочную голодовку с требованием исполнения нашей Конституции. 40-ая статья, пункт 3, делается, что малоимущенным, иным указанным законам граждан ждачного жилища, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату государственных, муниципальных и других жилищных фондов. Вот. Соответственно, еще раз всех, кто хочет оказывать, юридическую или материальную помощь, большая просьба обращаться непосредственно по указанным в ролике адресам и помочь этим людям. Это очень важно. Спасибо.